Музыка Сам дом, он площадь имеет небольшую, а постройка имела площадь примерно 600 квадратных метров. Построена она была без разрешения, без согласования, то есть без соблюдения каких-то строительных норм, плюс лиц, проживающие там, то есть в комнатах вы можете посмотреть, увидеть, которые еще остались. То есть там полная антисанитария, то есть тараканы, следы отходов, плюс в этой, получается, 600 квадратных метров там находилось где-то порядка 50 комнат, и в каждой комнате по 2-3 человека проживало с площадью где-то 5 квадратных метров, 6 квадратных метров. И на всю эту площадь, на все это количество людей всего лишь 2 туалета. Должник по решению суда должен был в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда снести данную постройку самостоятельно. По истечению этого срока данная обязанность возлагалась на администрацию города Владивостока с последующим взысканием расходов с должника. Решение суда вступило в законную силу в январе 2014 года. Было возбуждено исполнительное производство, где должника Гулямова А.М. Судебными приставами-исполнителями был уведомлен о том, что в отношении него возбуждены данные исполнительного производства. И неоднократно ему вручалось как требования направлялись, так и предупреждение о том, что в случае, если он добровольно самостоятельно не исполнит решение суда, это будет сделано принудительно с последующим взысканием с него расходов. Помимо этого, 2 декабря 2014 года мной совместно с судебными приставами по ОПДС был осуществлен выход по данному адресу с целью проверки, что на данный момент здесь вообще происходит. Было установлено, что по данному адресу действительно находится постройка, в которой проживают лица, граждане. Данным лицам мы сообщили о том, что данная постройка является незаконной и их нахождение там по факту тоже относится к незаконному, то есть они там находятся нелегально. Было им озвучено требование покинуть данные помещения, поскольку в ближайшее время была примерно назначена дата на декабрь 2014 года снос, о чем мы, конечно же, людей уведомили. Также должника неоднократно уведомляли. За неделю до сноса должник был предупрежден о том, что именно сегодня будет производиться снос принудительно. Но, тем не менее, должником ровно за день до того, как нами были произведены действия по сносу данной постройки, он прошел по всем жильцам, которые здесь проживают, и собрал с них денежные средства за проживание за месяц, за два и за три. Когда мы сюда прибыли на этот адрес, 18 декабря в 7 утра, лица, которые здесь находились и проживали, все как один говорили, что покидать они данные помещения не хотят, в связи с тем, что ими оплачено проживание. Тем не менее, мы объяснили людям, что их нахождение здесь нелегально, незаконно. Данная постройка должна быть снесена, поскольку отнесена по решению суда к самовольным, и несет в себе угрозу жизни и здоровью людей, которые могут там находиться и вообще рядом с этой постройкой. По закону является в том числе и ветхой. Лица, которые не было возможности куда-либо уехать, то есть по факту они оставались на улице подрядчикам администрации города Львовсока, было предоставлено временное жилье на весенний. То есть и было оказано содействие, то есть именно в перевозке их самих и вещей. То есть этот вопрос мы урегулировали. То есть лица, которые оказались по факту на улице, мы их поместили на временное проживание на весеннем подрядчику. Ну и после того, как данные помещения были полностью покинуты гражданами, то есть провели обход, проверили то, что никто не остался, то есть безопасно, после этого мы приступили к сносам.